Ну, уже успели поиграть в Warriors of Bellow the Wisps? Полагаю, да. Если еще нет, то самое время сделать это. Ну, или хотя бы просто посмотрите мой обзор на него. Это действительно очень достойный проект. Правда, как вы помните, на тот момент он сего неделя как вышел, то бишь свежачокс по всем параметрам. Но так как игры сегодня это очень такое сложное найти нагромождение кода, то и крайне редко бывает так, чтобы на старте все работало без ошибок. Задача разработчика на данный момент эдакая программа-минимум. Это отловить самые злостные баги, которые мешают играть или делают игру и вовсе непроходимой. Если эта программа-минимум не выполнена, то можно смело говорить, что у боголовов руки и жопа, а жопа вместо головы. В ином же случае как-то глупо кричать о том, что на старте у игры, о боже мой, есть баги. Показательные примеры неиграбельных на старте проектов. Это ПК-версии Batman Arkham Knight и Dark Souls 3. В противовес им показательный же пример сносной оптимизации это Ori и... и Will of the Wisps. Воля Светлячков, как ее перевести-то вообще? Давайте я буду говорить просто Ori 2. Ну так вот, Ori 2 оптимизирован на данный момент не самым лучшим образом, однако совсем запоротых или непроходимых мест нет, что очень радует. Но на этом радости заканчивается. Когда персонаж проваливается в текстурку, это бесит, но терпимо. С местной системой чекпоинтов, благо, все в порядке. Когда шипы перестают дамажить, это уже мешает наслаждаться игрой. Под дослаждением я подразумеваю, разумеется, громкие матерные крики про червя, например. Ну, то бишь, это выгодно для тебя, конечно, но это должно работать не так. Когда некоторые второстепенные квесты невозможно сдать, это начинает бесить уже заметно больше. Часто из-за визуальных багов ты думаешь, что вон ту светяшку ты еще не взял, минут 20 за ней пытаешься пропрыгать, а оказывается, что нет, ты тут уже был, ее уже подобрал, просто сам визуальный эффект остался. Иногда они остаются, кстати, на карте. Слышал от других, что у них Ори пару раз становился бессмертным. Ну, то есть, по отдельности, это не самые страшные вещи, которые могли бы случиться с оптимизацией, согласитесь. Но все вместе они все-таки раздражают. Самое обидное, что их довольно-таки трудно подловить на видео, поэтому вы, скорее всего, их тут просто не увидите. Но я же джентльмен, а джентльменам-то верят на слово. А если не верят, то играют сами, как я уже говорил, потому что игра-то все еще с того стоит, в конце концов. К сожалению, оптимизация подкачала здесь и в плане производительности. Первая Ори бегала даже на довольно слабых машинах, здесь же технологии шагнули вперед, и требования сильно возросли. Заметно возросли. Некоторые удивлялись, как у меня с моим железом эта игра может тормозить. Все просто. Дело в том, что Ори 2 достаточно требовательно относится не к каким-то конкретным деталям бога машины, а ко всем сразу. Что? У тебя i7 и GTX 1080? А SSD у тебя для игры есть? А оперативка быстрая? Больше 2000 частотой желательно DDR4? Нет? Ну так иди тогда нахер со своим бомжатником, играем дальше там в свой Майнкрафт, либо что-то там играешь. Лох. На самом деле, печальная картина. Да. Диск для комфортной игры в Ори 2 понадобится минимум на 7200 оборотов, а лучше вообще SSD. Под комфортной игрой я, разумеется, подразумеваю стабильные 60 FPS, при условии, что ваше основное железо способно такую картинку вывозить. Тут старого ноутбука уже, извините, будет маловато. Да. Проблема в том, что даже по прошествии времени SSD все еще дорогие, особенно сейчас, в условиях уже начавшегося кризиса. Качественный SSD на 500 гигабайт сейчас обойдется тысячи так в 6-7, а современные игры прожорливы не только до скорости, но и до места. Терабайт обойдется вдвое дороже, соответственно. Брать под игры меньше 500 нет смысла, по уже названным причинам. Ну и оперативка 4 гигабайта минимум с хорошей частотой теперь тоже обязательно для нормальной игры. Все-таки Ori 2 это та игра, где ровный фреймрейт важен. Хотя мне кто-то пытался доказать, что тормоза во время игры полезны, мол, от погони легче уходить, когда все, знаете, как в замедленной съемке. Ну, я попробовал. Нет, ребят, нихрена это неудобно. А когда дело дошло до песчаной локации, замедленная съемка стала перманентной. Полагаю, что с водной локацией была бы та же история, бы частицы и все такое. Подводя итог по оптимизации, вырисовывается следующая картина, игра у вас, скорее всего, будет тормозить какое-то время. Если нет, вы везунчики, правда везунчики. Тогда вам придется мириться лишь с кучей багов, не критичных, но и не самых приятных. Но это лишь до поры. Первая игра отличалась одной из лучших оптимизаций из тех, что я видел в принципе, учитывая ее графику, которая и сейчас, в 2020 году, выглядит на 5+. К тому же у первой игры было отличное DLC, с которым вместе они также завезли оптимизацию, после чего игра стала запускаться чуть ли не на кофеварках и спичных коробках. И глядя на уже две прекрасные игры, на одно пока что шикарное DLC, на былые заслуги кодеров серии игр про Ори, я на 100% уверен, что и вторая часть будет работать даже на утюгах и электрочайниках, причем работать быстро и стабильно. Ну и плюсом обзаведется одним, а лучше сразу двумя интересными DLC. Но это все потом, а пока что есть то, что есть. У меня было опасение, что я как-то не совсем внимательно пробежал игру и не подметил все нужные моменты, что игра может оказаться не такой уж хорошей, какой я ее вообразил, ну и все в таком же духе. Поэтому я решил перепроверить это и пробежал ее еще раз, что уже в принципе о многом говорит, по крайней мере лично для меня. В первую очередь меня интересовал баланс. Все-таки это новая система с осколками, о которой говорят, что она была слизана с Hollow Knight, об этом я в конце ролика еще скажу. Так вот, система, как я и говорил в обзоре, отлично, знаете, сбалансирована. Ну ладно, хорошо сбалансирована. К чему можно придраться, так это к некоторым навыкам, которые можно не использовать вовсе. То есть помимо обязательных сюжетных навыков свечения в темноте и прыжка на манеже, есть еще обязательное несюжетное. Это лечение. И обязательное боевое. Это меч, быстро, но слабо. Дубина, медленно, но сильно. И лук, дальнобойный. Плюс нужен кое-где для прохождения. Есть бросок копья. Оно мощное, безусловно, но если правильно искать осколки, ну, то бишь тыкаться носом во все места, из лука можно стрелять просто, как вы знаете, из Вундерваффы, которые и быстрее, и мощнее копья. Поэтому заклинание красивое, без дураков, но можно и без него. Сюжетную финальную способность прыгать на Асейре можно было бы легко совместить с броском огненного шара, на котором тоже можно подпрыгивать. А лучше не совмещать, а сделать это неотъемлемым навыком, как в первой части. Зачем нужно было давать такой прыжок отдельным скиллам, непонятно, но это очень неудобно. Можно было бы сказать про Hollow Knight, где разные способности, забитые, например, на нажатии и удержании одной и той же кнопки. Но там с этим тоже не все очень удобно сделано, на самом-то деле. Проще уж вспомнить про первого Ори, где все было идеально. Возможно, они таким образом хотели придать игре эффект новизны, но вместо этого просто сделали ее еще более замороченной. Также нафиг не нужен взрыв души, или как там его, и световой бумеранг. Название не помню, извините, но думаю, вы поняли, о чем я говорю. И я так о них отзываюсь не потому, что лично я ими не пользовался. Это массовая статистика. Ими пробовали пользоваться, но в основном эти способности находили неэффективными. Тут можно предположить следующее. Разработчики хотели прогрессии, а какая может быть прогрессия в игре с околоидеальной механикой? Вори в том формате, в каком она была, расти попросту уже некуда. Все сделано максимально качественно, интересно и удобно. Поэтому некоторые решения Вори 2 выглядят неуклюже. Но это лишь мое предположение. Впрочем, про систему осколков я такого не скажу. Здесь действительно сделано хорошо. Но, попробовав следом Hollow Knight, вынужден констатировать открывшийся мне факт. В Hollow Knight амулеты сделаны лучше. В обеих играх что амулеты, что осколки, это как отдельные способности. Однако в Hollow Knight, как по мне, их комбинации играли гораздо более важную роль и могли, если уж не кардинально, нет, но серьезно менять подход к прохождению. В Воре же, по факту, существует две комбинации осколков. Одна на марш, другая на басфайт. Потому что, даже если ты будешь своевременно открывать ячейки для новых осколков, то все равно ситуация будет ясна как день. Бегать по локациям без липучки и притягивания светяшек трудно и неразумно. Добавь к этому 2-3 осколка по вкусу. По вкусу, к сожалению, из не очень концептуально обширного меню. Вроде осколков немало, а по факту полезных не так уж и много. Часть была попросту слизана с Полого Рыцаря, но Полый Рыцарь это Дарк Соус от мира Метроидваний. По крайней мере, так принято считать. Мое мнение несколько иное. Полый Рыцарь это тварь раз в 10 хардкорней всех Дарк Соусов и Бладбордов вместе взятых. За путь боли я готов лично присниться каждому разработчику и высказать все, что я думаю об их задумках и на какой планетарной оси я вертел их путь боли. Ну то ладно, сейчас не об этом. Так вот, о чем я говорил-то. Как о Рыцаре подумаю, так хочется под стол забиться и поплакать. А, да, осколки. Дело в том, что Рыцарь в плане сражений как Дарк Соус. Каждая собака в прямом и переносном смысле может накостылять тебе так, что мало не покажется. Поэтому любое изменение боевой системы, будь то удлинение гвоздя или же амулет шипов, серьезно повлияет на прохождение. А вот Ори такой проблемы нет. Она не скажу, что более казуальная. Нет, местами она даст рыцарю прикурить один червь, чего стоит, как мне говорят. У меня с ним проблем не было, а вот финальный босс меня просто аннигилировал морально. Но на марше все эти ущищрения просто не нужны. Более того, они в сражениях с боссами не нужны. Даже на высоком уровне сложности. Я опять же могу свалить все на эксперименты и попытку привнести хоть что-нибудь новое во вторую часть похождения Ори, чтобы всякие снобы не закидали настоящий шедевр грязи, потому что он, видите ли, не движется вперед. Топтание на месте. Ишь ты. Примерно в той же степи система диалогов, которая смотрится странновато. Но ладно диалогов, это забавно. Задание необычное, но пусть, пусть. Это просто с непривычки наверняка. Но вот торговля тут явно лишняя, а следовательно и подтянутая под нее прогрессия в уровне, которой теперь нет. Есть только сбор света в качестве валюты, местной гео. В этом есть доля деградации, знаете. И нет, речь не о скатывании в капитализм. Просто не нужно во всем пытаться быть похожим на полого рыцаря. Да, он хорош, но он хорош другим, не тем, чем хорош Ори и Ори 2. Прогрессия в уровне давала игрокам этакий эффект получения достижения, мол, я докачался, я сумел. А вот если все это свести к накоплению аналога денег, чтобы скупить все эти осколки, добрая часть из которых таки да, опять же, покупается, это уже воспринимается совсем не так. Накопление денег как самоцель, никогда. Это элементарная психология. Ну, а это, разумеется, мое мнение, и комментаторам, понятное дело, виднее, как там все обстоит на самом деле. И тем не менее, ребят, лучше бы все-таки они оставили прогрессию в уровне, а ту самую купи-продайку сделали бы в форме награды за квесты. Отличная же идея с родой и семенами, без дураков, ну так развили бы ее. В игре полно квестов, за которые даются деньги, ну то бишь валюты, как угодно ее, называйте, гео, неважно. А Ори в свои карманы всегда держит застекнутыми, кстати, правильно делает. Вместо денег сделали бы награды именно вот эти вот осколки или даже скиллы. Уверен, желание побороться за них сильно бы возросло. Надеюсь, к третьей игре они додумаются до этого. Да, да, к третьей игре. Я не говорю, что к третьему Ори. Ори, учитывая концовку, скорее всего, уже не будет. Но лорд-то малость да проработан. А в Нибине или в Нибине или как их там, в общем, в Нибине можно еще много разных героев и злодеев напридумывать. Но все перечисленное это не недостатки. Это скорее недоработки, которых лучше бы, разумеется, не было, но и с ними нормально, чего уж там. Тем более, никто наверняка не сможет сказать прямо вот на 100%, что так, как сказал бы я, было бы лучше. Ори 2 отличная игра. Про нее рано пока говорить, что она проверена временем, но вот я как минимум проверял ее повторным прохождением и могу еще раз смело вам ее рекомендовать. Вы все еще не поиграли в Ори? Тогда мы... Нет, не идем к вам. Мы остаемся тут, но вы все-таки поиграйте, поиграйте. И да, я обещал провести некий сравнительный анализ одного момента в Холлоу Найт и Ори 2. Я вас обманул. Я тут подумал, что если уж проводить сравнительный анализ, то по-нормальному, а не на полушишечки. А для этого нужно допройти рыцаря и рассказать о нем, так что ждите. А я пошел дальше страдать и материться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok